Желание быть волонтером Евровидения 2017 изъявило 12 тысяч человек со всего мира. Пройдя три отборочных туры, ими стало в результате всего 900. 90% украинцев. Возраст от 18 до 64 лет. Первый этап заключается в заполнении электронной анкеты. Второй – собеседовании. Третий – отбор лучших менеджерами и тим-лидерами волонтеров. Два принципиальных условия отбора – владение английским языком и умение быстро, а главное – адекватно реагировать в стрессовых ситуациях. Приезжает огромное количество людей в аэропорт, вы встречаете, и все эти люди помещаются в ваш автобус. Что вы будете делать? Или, например, подходит к вам член делегации какой-то и говорит, что у него в его гримерке совсем не та вода, которую они заказывали, а простая, а они хотят какую-то дорогую. Вам нужно как-то ее достать или что вы будете делать, чтобы с этим справиться? В период Евровидения на всех пяти локациях конкурса и центральных улицах Киева гостям города и фанатам песенного конкурса будут помогать волонтеры с ближнего и дальнего зарубежья. У нас будут работать волонтеры из Австралии, из Ирландии, из Великобритании, из Белоруссии, из Израиля, из Румынии, из Польши. Сейчас ребята проходят тренинг по предоставлению первой медицинской помощи. Он продлится шесть дней в международном выставочном центре. Ежедневно новая группа учеников. В каждой 50 человек. То есть сердечно-легочной реанимации и остановки критических кровотечений обучат 300 волонтеров. Эти парни, девчата, волонтеры – это как раз наши передние края борьбы. Они будут нашими очками и руками, которые будут видеть, что происходит. Если нужна кому-то помощь, то их задача – эту помощь, именно базовые вещи, сделать и дочекаться, дотягнуть человека, который потребует помощи, до профессионального медика. Наблюдаем, что только трое из 50 ведут конспект лекции. Интересуемся мотивацией большинства. Кажется, что больше информации вспоминается, когда ты ее конспектуешь, и ты видишь, что можешь позже переглянуть ее, загадать все, что было во время лекции, потому что действительно была интересная информация. Смотрите, дело в том, что как только мы получаем теоретический материал, нам сразу же дают это закрепить на практике. У нас есть манекены, у нас есть партнеры, с которыми мы работаем в парах. А самый лучший вид памяти – это механический, поэтому вот так это более-менее хорошо вспоминается, соответственно, необходимости конспектировать нет. Первые результаты обучения нам демонстрируют тут же. На днях стартует второй тренинг волонтеров. На нем в течение трех недель ежедневно будут обучать культурное общение с людьми. С 29 апреля 900 волонтеров приступят к посменной работе. От 4 до 10 часов в сутки. Продолжение следует... Продолжение следует...